рука возможно дружить я снимаю на телефон тут такие круголя были зритель привет она откликается на алису но когда вот я только в какой-то ну в отдалении от нее в квартире начинает мяукать искать на кровать сама забирается вчера мы нормально спали сегодня мы почти не спали ну я по крайней мере у меня с вечера такая мигрень еще была вообще с утра самого потом деревне было когда была мила мигрень и вот приехала то пройдет то начнется я где-то в 2 уже начала поняла что вроде как нормально можно уснуть но мы проснулись решили скакать по моей голове потом она уснула на моей голове но голова ощущение было вот ну может просто еще голова не настолько прошла в общем если ты зритель умеешь снимать руками головную боль и еще другую какую-то боль то вот одна рука может ну как бы может и другая рука одна боль бывает такая прохладная которую принимаешь на себя другая бывает такая горячая вот то же самое было ощущение на голове потом она просто решила потащить об меня когти практически когтишка но он с разбегу будучи трех с половиной месячным котенком прыгал мне на лицо на кровати на механке это с разбегу еще не может прыгать на лицо но но пыталась а потом она ну мы вроде как чуть-чуть поспали она умудрилась свалиться между стенкой и кроватью и может быть она конечно бы забралась сама но мне ее жалко стало я ее подняла надо будет что-то туда может лет временно положить потом попыталась по подушке дополнительной забраться к полочке потому что там вышивка висит аньки смирновой подаренная на мое 15-летие я подушечку убрала потому что мы ну как у меня была вчера мышля положить ее на компьютерный стол когда работала и нарядом сидела и пыталась на даже села на полочку с клавой но потом подумала что если я покажу что так можно то она будет лазать также когтишка везде а он ко мне попал трех с половиной месячным и тому тех хозяев вы хозяев кошки он как бы там котята просто и кошки везде лазали ну и мы вроде как не хотим чтобы но мяу мяу на ту бареточку хочешь а никак не подпрыгнуть алиса алиса сама на горшок еще не ходит я и заказала спрей чтобы приучить туалету какую-то насадку нас на ножку стула смысле то что как те . пока для котят в общем высотой 40 сантиметров там можно будет до при случае докупить на ножку стола на специальной там какая-то травяная ароматизация специально для кошек чтобы они хотели отодрать а не драть что-то еще и маленькие капельки для котят короче от блока по всякой такой хренатени потому что начешется но не то чтобы сильно но короче только тонку чесаться мяу мяу потом она по мне везде скакала на кровать она сама забирается хотя я и стульчик предлагаю спускается то через стульчик то прямо так прыгает я так поняла что ей нравится вот этот стульчик я уходила вчера ну когда уезжала в деревню комнату закрывал там мало ли куда заберется не сможет выбросить на руки что ли хочешь чучула она короче это мяучит когда ее надо погладить научит когда я надо взять на руки мелочи и так странно себя ведет когда и надо в туалет она еще ну как бы не привыкла но она уже мимо не ходит но сама тоже туда туда еще не доходит поэтому спрещу босс наверняка и свою коробочку тоже больше не ходит коробочки не видела чтобы спала мой тут халат я голову собираюсь помыть вчера я собиралась деревню ну да ее тут оставил оставил стульчик чтобы она забралась а ну или сползла со стула в итоге она спала все время на стуле а потом спал вами ну этот стульчик но забиралась через стульчик я в душе она мяучит пытается попасть ну ко мне я пытаюсь объяснить что как бы тут но лучшее объяснение это опыт да я взяла с собой в ванну там вода льется она поняла что это совершенно не то место куда надо прыгать за хозяином и я ее оттуда обратно достала из ванной помню тишка пытался все время пену в ванной пробовать однажды чуть не упал ко мне в эту ванну ну да я не говорила что у меня кот умер не в отдельном видео нигде не писала но я так поняла что ну как бы в принципе понятно что многие не знали но те кто узнают испытывают чувство дискомфорта потому что мне воспоминание не очень приятно они соответственно затрагивают того не желая неприятную тему но так получилось что вот он умер но 18 февраля в районе 6 часов я писала пост путя три недели на канале в разделе сообщества писала в телегу когда все это само происходило через три дня написала пост только для друзей под замочной в фейсбуке подписчица одна стала вести себя неадекватно я удалила ее из друзей соответственно пост она больше не увидела хотя уверяют что этот пост удалила я сама ну как бы может для нее не доходит что если замочек там или ну знаете на фейсбуке то она выглядит как значок такой для друзей друзья друзья в контакте замочек она мне стала писать личное сообщение я ее попросила не тащить тему дальше фейсбука она выдала что я должен ну типа если я запишу видео про эту про смерть кота то меня там типа захейтят или что-то в этом роде учитывая что большинство людей мне писали слова поддержки я думаю у меня все-таки более адекватные зрители большинстве своем чем эта девушка думает да у меня халат весел когда я в душе была она тут играла с веревочкой на счет веревочка завязана кстати если я в брюках то она по ноге на меня забирается если оставили сижу так вот цап-цап цепляется миленькая такая да алиса не конечно я и кишку хотела назвать какими тяпонским именем но не сложилось и это мне предлагали матильда и нюсей ну алисой два раза мне близкий родственник предложил еще до того как этого котенка жила еще когда думала чтобы то сианский которого забрал дальний родственник без фасов и без ведома ну я в принципе довольно вот этим животным короче я и попросила не вытаскивать никуда дальше тем более на youtube она выложила на сайт насеков оказалось что это девочки аккаунт на насекомых трехлетней давности что она там усиленно каких-то людей обсуждая блогеров хотя сама блогером являлась на тот момент и сейчас появляется ну и на эту план то в который в душ хожу алиса мне соответственно с фейхова аккаунта в тот же день прилетел комментарий я залезла на форум насеков форум тогда был закрыт но моя тема оживилась я поняла что наверно кто-то туда скинул эту тему а кто мог ее скинуть кроме той девочки а спустя три недели я совершенно случайно в поисках чего-то такого не помню на youtube обнаружила что у этой девушки есть второй канал что с на первом канале она удалила все все свои видео написал асмр неплохо рисовала но все такой мне казалось адекватным человеком мы с ней общались а довольно близко вконтакте и фейсбуке ну вот большей части вконтакте даже было совместно асмр видео она сама же мне предложила записать это асмр видео когда у меня еще болела бабушка я вот в тот момент в шестнадцатом году летом была в деревне и помню что она мне писала на e-mail я ее попросила напомнить мне через две недели в общем асмр это живо я там по моему журнал иван листаю у нее все видео были удалены она вела себя так вот знаете как ну не очень адекватный человек хотя бы даже потому что она сделала и как она видео обо мне отзывалась в своем я написал там она кстати выложила скриншоты и личной переписки из фейсбука в своем видео я написала жалобы в youtube но youtube видимо русская поддержка считает что правила сообщества если нарушаются в русскоговорящем сегменте ютуба то это нормально если эти правила сообщества нарушаются в нерусскоговорящем то другая поддержка ютуба реагирует адекватнее в общем это все так и зависла к сожалению любой стороны можно воспринимать это как пиар девушка подписывал делала фейховые аккаунты на telegram я из-за нее потом совсем ну в общем дело telegram исключительно по личным инвайтам на время и она как бы из telegram тоже тырила эти посты скидывала facebook на youtube во втором каком-то ролике и еще ну на носиках я так поняла что на носиках она сделала скриншоты потом удалила эти скриншоты испугавшись и после этого почистила все видео на своем канале основном переименовалась где только можно ну я ее соответственно забанила в контактовой группе посвященной каналу ограничила доступ в instagram ее аккаунтом мне там тоже 2 аккаунта на ютубе не помню банила ее или нет но своим основным ником она мне не писала писала с фейха и писала потом еще с фейха под стримом посвященному общению с ткнн он сейчас вышел на балкон она как бы почти вышла за навеской не видно там солнышко тут у меня кстати два огурца один я уже посадила сегодня может не успею завтра на работ ну короче на днях на купить земли пересадить у меня есть два рассада двух помидорчиков отец подруги у него были лишние она вот мне предложила я взяла надо уже пересаживать стараюсь успею купить земли а то не и заказ надо забрать и свой для родственников и еще там одну покупку совершить тоже для родственников но я как бы я просто мне первые недели мне первые дни вообще мне было как-то странно я переживала что кот умер у кота были синие губы он был очень нервный даже те моменты когда если вы думали что мне просили там на youtube на вы на стримах просили кота показать я не всегда его брала он не воспринимал это нормально когда допустим он спит его будешь берешь на руки показываешь камеру и отпускаешь резко реагировал когда кровать была в не кошерном состоянии скажем так и вот после этого все пошло и в общем не очень жалко что он конечно умер но мне приснился первую же ночь так он видела будто он кошечка переродился и у нас с ним такой как бы разговор произошел что вот мы теперь оба знаем чего надо избегать каких ошибок как вести себя друг с другом и что он как бы переродится но я не то чтобы уж на сто процентов ну в принципе я верю в инкарнацию только не то как допустим ну там в азиатских религиях вообще у меня какая-то своя религия короче говоря вот я подумала что значит этот сон наверное такой что если я возьму потом котеночка то это обязательно кошечка вот это кошечка алиска ну и девушка там конечно некоторые зрители которых я вообще глаза не знала там у нее отписывали некоторые отписывали положительно мой счет некоторые отрицательно но суть такая что человек выкладывал переписку эту скриншоты личной переписки в общий доступ на форуме открыла для меня с другой стороны я некоторые ее посты каких-то темах почитала у нее катинский как-то никнейм слушайте это я просто человека с другой стороны открыла я в таком шоке была с нее мне казалось что у нее помимо комплекса маленького роста просто нормальная жизнь как бы ну не поведет к тому что человек будет регистрироваться на форме платить там деньги за регистрацию только для возможность обсуждать людей столько желчи в своем ролике она сделала я не знаю ее точное имя ну как бы фамилия мне всегда ее казалось очень длинная не могла ее произнести полностью но были конечно моменты не странные когда знаете вам пишут дифирамбы а потом просят по сто пятьсот раз на дню сходить по ссылке лайкнуть котика фоточку проголосовать там зачета еще что-то такое написала она мне как-то в инстаграм после какого-то моего поста с рисунками давно кстати она ничего не постила плане рисунков вот она вам сейчас попу свою показывает кошачью алиса алиса на кстати на кис-кис не отзывается еще у меня близкий родственник вчера приходил посмотреть позвала на ее кис-кис я говорю на имя-то не всегда она иногда мяукает я говорю ну беги на голос беги на голос она тут же прискакивает я ручья как-то мне написали ну возможно я конечно нарцисс но знаете если человек посредственно что-то делает то мне просто это не интересно считать что лишняя трата времени трата времени до оправдана нам не писала что типа вот интересно глядь мои рисунки то все ну как бы я не знаю чё она хотела но вот то как она себя повела очень удивило меня но я просто вот реально но я не знала о чем как вот говорить знаете у меня умер код дай вот этому ролик посвящать ну как-то это не мое вот кто меня давно смотрит знает что у меня умерла бабушка у меня не было таких роликов посвященных что знаете вот у меня умерла бабушка просто как-то кто-то спросил в комментах и я ответила я просто такой человек который не считает нужным что нужно вот делать видео такого типа или пиариться за счет этого меня антишки вообще никаких плохих воспоминаний нету я когда переживала мне очень друзья поддерживали ходи спасибо большое мне они мы там какой-то посоветовал посмотреть я просто первую неделю не очень помню что это местами дело в первый день вот когда это случилось подруга ко мне приехала помогала скажем так с похоронами кота последний путь его вместе с ней провожали я вот какие-то моменты ну вообще как во сне была первые две недели точно спала со светом в комнате с большим вот этим моим и в коридоре вот сегодня мы тоже 2 ночи пока с ней спим со светом потому что думала что она будет где-нибудь бегать и в темноте и будет страшно темно или типа того в неизвестном месте пока еще не знакомо вот она обе ночи спала со мной хотя в первый раз я ей поставила сделала грелочку в коробочку положила чтобы ей тепло было она решила что хозяином лучше спать на у меня тут бардак поменьше стал я часть коробок вынесла хотя в сад на велике у нас пока не поедешь ну и как ты оттуда а да в первый момент она залезла у меня под шкаф которую напротив кровати там не знаю как эти строители делали на там щель такая а я еще пока задвинула в ней картонка и поставила коробку в которой парочистители отпариватель китфорд я пока еще даже не читала инструкции к ним ну как-то все не до этого постараюсь вот выходные разобраться и соответственно сделал обзор уже вот на камеру как в действии то и другое кстати снова выиграла парочиститель но предложила подруге на мне когда-то подарила свой блендер стационарный браун мы решили что это как бы моя ответка будет ей вообще неожиданно я зашла в что-то в приложение китфорда смотрю а у меня там выигрыш думаю фига себе не я конечно хотела бы если бы ну вафельницу да не то чтобы не супер надо вафельницу но думаю если вы выиграю вафельницу будет прикольно если ничего не выиграют тоже как бы ничего такого страшного а тут внезапно второй парочиститель и учитывая что мне обычно вообще не везло в таких вот вещах короче я сейчас просто покажу как она сейчас выглядит я побоялась что она туда залезет и не вылезет но она туда залезла и вылезла вот она котеночек маленький вот тишка туда тоже ведь залезал хотя ктишка то такой слоник приличненький был алиса кто же за навеской играет у нее по варте кстати кишки какими-то местами на нее на нее похожи я вот сейчас попробую показать вот они вот я вот я вот я такая она алиска ну и что еще про эту мадаму в общем да кот умер один зритель был неадекватным какие-то зрители писали князь да еще она сначала написала что у меня там кот взлывал дико тихо да он был что он взлывал я боялась что мне придется ее ввести к ветеринару чтобы усыпить но у меня рука бы не поднялась даже вот просто усыпить кота и мы думают с ним друг друга поняли я когда ходила в аптеку за лекарством он ждал я еще прогулялась я все над ним ходила тряслась и смотрела чё как но в итоге я пришла когда развела таблетку угля просто на форуме ветеринарном сидела одном в онлайн там врач как бы отвечал на вопросы подобные ситуации и он меня дождался он мяукнул очень страшно но я потом уже поняла что-то он как бы прощался потом конечно поняла подошла к нему погладила потом уже вот минуты через две подошла и я не сразу даже поняла что он умер я его даже фоткала фоткала у меня близкий родственник был недосягаемость ну как бы могу досягаемости но занятая я и писала игру как понять гру неужели ну типа умер потом подруге написала она приехала тут же ну как бы она не тут же она через час приехала где-то целый час сидела в таком вообще без движения потом собрала его в последний путь скажем так ну в телегу еще писала сейчас я нормально об этом могу говорить три недели когда спустя было я хоть и писала постно было ну не то чтобы супер тяжело или супер легко но какие-то эмоции были а сейчас вот уже в принципе я нормально это воспринимаю как первую ночь мы спали мне ощущение было что у меня на ногах сидеть я думал он ее одобрил и кстати это тоже вот первые две недели две или три ощущение было будто кот на ногах вот ложишься и ощущение что ноги теплые но когда ноги сами трогаешь они холодные но ощущение вот именно что кто-то теплая такое мне подобное ощущение были когда после аварии я засыпала и что-то как как одеяло на одеяле что-то чувствуешь у меня одна подруга тогда была она говорила что это сущности я конечно всю эту хрень не особо верю но если так и они действительно есть то хотя сама практиковала одно время некие учения в деле эксперимента ради короче вот такой котеночек теперь у меня не то чтобы место тишки когда мне писали что как тишка среагировал просто хочу сказать что если помню я был код я вот второго бы не стала заводить хотя бы чисто что на комнатная квартира это тоже как бы некий геморр одного то оставлять от тут когда уезжала тут в ту же абхазию он мне тут мстил когда меня не было к нему приходили конечно навещали его кормили не все игрушки поскидывал откуда только можно а потом меня вообще сходил за мной кругами никуда не отпускал это я надеюсь у нас вот более длинная совместная жизнь да ей короче я так понимаю что например на того же числа родилась но но может быть 4 марта она родилась а 3 марта родилась другая котенка в другой деревне дана деревенская котенка в общем ей месяц неделя и уже два дня получается три дня ну как-то так в общем есть 3 с 4 марта будем считать ее день рождения говорят весенние котенки умные в принципе она не глупая ладно вы просили роликов побольше прокатая тут болтологию развела вообще у меня вода наверно уже остыла на голову что 22 минуты записываю просто я что-то так подумала и сегодня еще ночью лежала она так с приятелем общалась в телеге и она по мне скакала думала так вот сесть записать но думаю я пока еще наверно не готова выкладывать видео с разобранной кровати по которой прыгает кошка хотя если вас не коробят такие видео то я как нибудь могу записать в общем всем спасибо кто осилил до конца спасибо если будут комменты поддержки спасибо если вы будете меня хейтить это покажет вашу гнилую натуру как у эвелины ну и да если вам нужна ссылка на видео этой девушки я сначала лоханулась и сделала репост видео мне кто-то в каменах написал что нифиг ее пиарить такое типа дно я пост удалила я просто тогда в таком афиге была в таком шоке но знаете одно дело вам кто-то написал что-то такое ну и просто неадекват и другое дело когда вот из личных сообщений вот это вот выкладывать а да я не договорила она там уже в своих камен такти режет будто бы у меня код целый месяц умирал я специально пост сделала нашла где 6 февраля чишка колбаску меня ел это считайте за 12 дней до смерти в общем очень странная дама в общем спасибо всем за внимание алиска куда вырезала да кстати ей тоже нравится здесь лазать как и коту вот в этом месте первым делом она туда залезла когда вот тут все так обсмотрела я даже не знаю стоит ли мне туда еще свои тетрадки бумажки ложить или пусть лазит вон туда еще любит залазить у меня раньше там коробочки стояли надо теперь все совсем пока да Продолжение следует...